Молитесь, Игнатий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, воскреса из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причистой Твоей Матери, силы щасного житворящего креста, святых ангелов наших хранителей. И всех ради святых помилуй, и спаси нас, яко благо есть и человека любец. Аминь. Боже, милостиво будем негрешному, создав имя Господи, и помилуй меня. Бесчисло я согрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очися мне грешным, яко николи же благое сотворих пред Тобою. Но избавими от лукавой, да будет и мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу устам и недостойно. Я восхвалю имя Твое, Святой Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь, Царю Небесный, утешитель души истины, иже везде, Сыне, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися в ней, и очистены от всяких скверных, и спаси и блажи души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь, Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем блажняком нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука Богом, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава вовеки. Аминь. Выставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню пьемте сильной. Свят, 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 если Божий, Богородицу, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и отодраясь сна, воздвигуй мне, если Господи, умы, святи и сердцу, и сними и отверзи. Воеже петь, если Святая Троица, свят, 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 если Божия, Богородицу, и помилуй нас. И ныне, и присно, и вовеки веков, аминь, внезапно судья приидет, и к его же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи, свят, 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 если Божий, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и вовеки веков, аминь. Слава Отца, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, и Каногера, и Твоя благость и долготерпение. Не прогнелся на меня ленивый и греш, не погубил меня со беззаконием моими. Но человеколюбствовал Иси обычный, и в нечаяния лежащего воздвигл меня Иси. Воеже утрените, славослойте державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои бочи мысленные, отверзи мои уста, поущайтесь со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твоя Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и вовеки веков, аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, Христу, Цареве Богу нашему, Приидите, поклонимся, и припадем к самому Господу, Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. 49-й Псалом Бог Богов Господь возглагол и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть вверх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не безмолвий, перед ним огонь поедающий, и вокруг его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мной при жертве. И небеса провозгласят правду его, ибо судья сие есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог твой, я Бог твой, не за жертву твою я буду укорять тебе. Все сожжения твои всегда передо мною. Не примут лица из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах, и животные на полях передо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов, и пью ли кровь козлов. Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешнику же говорит Богу, что ты проповедуешь уставы мои, и берешь завет мой в уста твои. А сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, и с пролюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя, и приставлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония моей. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами Твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре Твоем, и честь в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадоваться кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отверни меня от лица Твоего, и духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научив беззаконных путям Твоим, и нечестив их Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвесят хвалу Твою. Ибо жертву Ты не желаешь, и отдал бы ее, все сожжениями благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного, Ты не презрешь Божию. Облагодетельствуй, Господи, по благоволению Твоему всего. Воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут и жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой И Господь Иисус Христос По Своему многу любви сошел на землю И воплотился, чтобы спасти всех И снова Спаситель Спаси меня благодатью Твоею, молю Тебе Ибо если по делам спасешь меня То это не будет благодатью и даром Но более делом Ей многие щедроток и неизречены в милости Ибо Ты сказал, что верующий в меня Жив будет и не увидит смерти вовеки Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся То верую, спаси меня Ибо Ты Бог мой и Создатель Вера ж вместо дела домеется мне, Боже мой Потому что совершенно не найти дела правдущих меня Но это вера Да будет прежде всего Да ответит за меня Да оправдает меня Да явит причастникам славы Твою вечной И да не похитит меня Сатана И не похвалится Слово Что торт меня Твоих руки оградой Ну или хочу, спаси меня Или не хочу Христос мой Спаситель Поспеши скорее Скорее Погиб я Ибо Ты Бог мой Очерил матери моей Сподобие меня, Господи Возлюбить Тебя теперь так же Как возлюбил я когда-то свой тайный грех И чтобы снова потрудиться для Тебя Без лени Усердно Как прежде подродился Сатане Плещающему Особенно же Потружусь за Тебя Господа и Бога моего Иисуса Христа Во все дни жизни Ныне и всегда Веки веков Аминь Аминь Святой Ангел Поставленный хранит Мои бедную душу И несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступи от меня За невоздержание мое Не дай возможности Излома демону Починить меня Все пребладания От вас смертного тела Возьми крепко несчастную И опустившуюся руку мою И выведи меня На путь спасения Осыду Ангел Божий Хранитель Покровитель Бедной души и тела Прости мне все Чем я оскорбил тебе Во все дни моей жизни И если я чем согрешил Прошедшую ночь Защити меня Настоящий день И сохрани меня От всякого искушения Вражеского Чтобы мне Не принимать Бога Никаким грехом И молись за меня Господу Чтобы он Утвердил меня В страхе своем И сделай мне рабом Достойно Своей милости Аминь Аминь Пресвятая Владычца Моя Богородица Своими святыми Всесильными молитвами Отгони от меня Смиренно Несчастно Раба твоего Уныние Забвение Неразумие Нерадение Удалицы скверны Лукавые И хульные Помыслы Закаяна моего сердца И помраченного Ума моего И погаси Плавимые страстей Ибо я Бог Несчастен Избавь меня От многих Пагубных Воспоминаний И помыслов И освободи меня От всяких Злодеяний Ибо Тебя Благословляют Сироды И причисто Имя Твое Славится Во веки Вечное Аминь Аминь Молите Бога О нас Святые угодники Божии Игнатий Владимир Надежда Ибо мы усердно К вам прибегаем Скорым помощником Молитвенником О душах Наших Богородица Дева Радуйся Обрадана Море Господь С Тобою Благословен Ты в женах И благословен Плод Чрева Твоего Якородила Иси Христа Спаса Избавителя Душам Нашим Непобедимая Божественная Сила Счастного Женщина Творящего Креста Господень Не оставил От грешных Уповающих На Тя Спаси Господи Люди Твоя И благослови Достояние Твое Победа Насопротивные Дару И Твое Сохраняя Крестом Твоим Жительством Спаси Господи Помилуй Отца Моего Духовного Родителя Исродника Благодетеля Митрополита Илариона Епископа Евтихи Вениамина Агафангела Диамида Тихона Антония Священнария Ахима Павла Геннадия Сергия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Амросия Вадима Засимолип Андрея Максима Владимира И Глебу Не дай погибнуть Диаконов Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Венедикта Франциска Корнилия Александра Деодора Митрополита Тихона И весь Священнический Иношевский Щин И высший Истинный Служитель Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам Да еще Священника Если угодно Смири власти Воинств Твоих И через них Сотвори Благое Церкви Твоей Наведи Страх Твой На них И умудри Издавать Добрые Законы Дабы Дали Достойно Жить Людям Дабы Было Еще Уделять Нуждающимся И сохранить От покушения На них Владимира Дмитрия Дональда Рамзана Владимира Александра Эрдогена И Амана И даруй Мир Израилю Россию Украине Сирии И научи насынить это мирное время И приготовь землю к великим и грозным испытаниям Грядущим на всю вселенную За отступничество от Тебя Слава Тебе, Боже наш За эту тихую и мирную ночь Что жизнь нашу продлил И разум сохранил Дай нам желание трудиться Обнаружить и умножить Все наши таланты, дарованные Тобою И для всего пощинам добрых помощников Наставников Советников И в этот день Сохрани нас от всякого рода зла и греха И непосильных искушений Защити и сохрани нас Здесь и селение наше От пожара От воров От нечистой сил И живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серапима И обрати Владимира Благослови Людмилу, Любовь Владимира, Алексея и Осипа Прищи добрые жители с детьми Любящими и знающими законы Уставы твои Слава тебе, Боже наш Слава тебе Братья Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадок Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Валентину И сохрани школу Спаси и помилуй, Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Ездру, Русика, Тимура, обрати Дай ему веру в тебя Екатерину, Екатерину, Галину Хвала тебе Возри на врагов Умягчи их сердце Не дай им желаемого в злодействах И в судный день не помяни их безумия и клеветы Ты уже смиряешь их Ты посылаешь добрых помощников Благодарю тебя, Господи, за услышанные молитвы Хвала тебе, Аллилуйя Найди отступников Устраши и обрати Михаила, Николая Александра, Юлия Благослови, Максима Спаси и помилуй И шествующих, Раиса, Льва, Виктора И все наше родство Найди Евдокию, Валентину, Ирину Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну Господи, посети болящих Дай силу перенести страдания и боли И пошли в исцеление Валерия, Илариона, Кирилла Алексея Игоря, Надежду Татьяну Татьяну, Татьяну Валентину Валентину Марию Анну Александру Александру Благодарю тебя, Господи За здоровье и за болезни За друзей и за врагов Ибо по твоему благоволению Все это может оказаться на пользу нам Слава тебе Сохрани наше сокровище в интернете Здесь и в пути Воздай добром тем, кто позволяет нам там быть Кто содействует этим и помогает Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора Благослови Сергея Сергея, Андрея, Андрея Вячеслава Содружествую Виталия Валентину Ты их все знаешь, Господи Анатолия Ольгу Обрати Тимофея Тимофея, Мартина, Германа, Александра Леонтья Симона Слава тебе Упокой, Господи, в обители небесных Усопших отец и братьев наших Родители, сродники, благодетель всех православных христиан Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы Просим всякое согрешение, вольное и невольное Душам нашим полезное сотвори Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй нас, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй меня, грешного Слава тебе, наш Бог Иегова Авва, Отче Свят, свят, свят Господь Собовок Вся земля полна Слава Его, Аллилуйя Слава Вышний Богу На земле мир, в человека благоволение Благодарю тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в тебя Страх пред тобой и ожидания суда Божия Благодарю тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне святую Библию И указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину Аллилуйя Гвоздай в вечности всем, трудившись От возрастания моей души к тебе Марию, Степана, Александру, Михаила и Анну Благослови Пресвятая Госпожа Богородица Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего Спаси нас молитвами своими Господи, гвоздай в вечности добром Всем, трудившись от моей души Будь милостив к ним, Владыка Хвала тебе Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем Благодарю тебе, мой ангел, сколько лет ты хранил, защищал и миловал Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела Проведи душу мою по мытарствам И веди на веки вечное царство Христа Бога нашего Аллилуйя, воздай Господи добром И в сей день Помогающих Найди еще новые души Помогавших нам путешествий Николая, Виктора, благослови Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу Ян, креститель претеща Христова, моли Бога о нас Научи нас жить и в бедности Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным Никогда не роптать, никому не завидовать И во всем быть экономным Дабы было из чего уделять нуждающимся Аллилуйя Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, моли Бога о нас Молите Бога о нас, святые пророки Божии Илья, Елисея, Инох, Моисея, Самуила, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою Дабы день прихода, то наше отшествие не застал нас не готовыми Но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры И сосудами, полными или добрых дел Соделанных в духе святом с любовью Аллилуйя Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, зеропимы, сенебесные силы Престолы Божьего предстоящие, святые апостолы И Петр, и Павел, и Евангелисты, Матфей, Марк, Лука, и Иоанн Да дарует Господь нам жажду исследовать священное писание Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную А они свидетельствуют о Тебе Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы Игнатий Богоносец, Поликарм Свинский, Устин, Философ, Космай и Дамьян Андрей Стратилат и Ирон Мущини Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский Георгий Победоносец, Пантелеемон, 40 святых мучеников Царь Николай, Святое Царское Семейство Владимир Венамин, Иосиф Борис и Глеб Да укрепит Господь народ свой Да бы никто не принял начертания зверя Антихриса, Анфима, Вениамину, Дай Веру И устрашие родители за такое ложное воспитание Молите Бога о нас, святые отцы Василия Великий Григорий Богослов, Ян Златоустов, Анасия Великий и Прем, Серин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иосиф Сергий, Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Меподий, Иннокентий Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики священного писания Молите Бога о нас Святые жены, Фёкла, Первомущеница, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник, Июня, Киприян, Устина Молите Бога о нас Задарует Господь послушание И молчание Целомудрие И стыдливость И сохрани их от всяческого поругания Избадь непокоривость Галины семейства Евгении Надежды Светланы Людмилы И Анны И прими нашу молитву Воздиание рук как жертву вечернюю Благоухание приятное перед престолом Благодати Твою Господи И соедини молитву нашу С молитвом всех святых, молящихся Тебе, Боже, на небе и на земле Всемогущий наш Создатель Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам Любящий наш Отец Небесный Ради голгофских страданий Сына Твоего Единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа И пролита им кровь за нас Услыши и исполни нашу молитву о всех Заповедавших нам молиться о них Спаси их, Господи, и помилуй Аллилуйя И благослови Терентию и Екатерину Романа из Бабы по духу лжи Виталию, Никите Дары духовное рождение И желание трудиться в поте лица Аллилуйя Аминь Говори, Господи, владыка, слушает и дослышит раб Твой Бабы по духу лжи Аминь Доброе утро всем Ну что, Ольга Николаевна Мне поступило известие, что вы договорились вчера Только не знаете, что взять Значит, заходишь на наш сайт На наш сайт Ну и там увидишь, вопросы идут Какие, что Деньги Я так посмотрел, она небольшая папка И тема такая понятная И заранее можешь дома посмотреть Почитать А легкая такая тема-то Там ничего такого сложного нету Ну и все остальное сохраняю А потом вставляю и каждый раз говорю Тема, деньги Чтобы я видел, откуда кто Ну и все составила А следующее Вот допустим, ты отойдешь на час Уже делай какую-то прокладку Прокладку, то есть что-то напиши и пошли Чтобы я видел предыдущее И это другое Иначе я буду терять все То ли я это взял, то ли не взял Тем более, когда сразу Около 15 штук ставят Потому что вы не одни Вот сколько людей Там мы по песнопениям И меняются Эти открытки фотографии Вот я начинал Сегодня попозже я встал Второй час ночи только был Понимаешь, сколько находит время А когда Ну нормально замещают Мне тогда не надо лишнее движение А по секундам набирается минута А там и час Благословит пусть Господь тебя Ты останешься в памяти Со своим голосом Спасти Христос Ну сегодня я приступаю, да? Да, ну конечно Только закончим Вот сейчас Сергей Павлович закончит И сразу начинай И потом Ну на меня можешь выйти Сказать Столько-то я сделал Всегда говори Сколько там запись небольшую Маленький Сбрось на меня Тут же И дальше уже Выставляй по одному И Все Следующий раз готов Что-то Дернули Тебя не успело Где-то Насчитанное поставить Ну Как-то Определись так Чтобы была прокладка Между тем Что было и что есть Следующее пойдет Все у меня Я благодарю Всех, кто участвует Виталия Что-то не видно совсем Он, видимо, там С отцом Много время проводит Давай, Виталий У тебя получится Все это Успевайте Пока я здесь Вы вчера взяли Мои Игнать Тихонич 11 роликов Я не знаю Наверное взял А когда ты их поставил? Ну, поздно уже вчера Ну, значит взял Я ночью встал Тут мне трое накидали Хорошо поработал Алена Гладыщук И Там кто еще у меня Вячеслав Кажется, еще Анатолия забрал Так Так Ты бы могла это сделать Ну, ты не будешь Слаба Ну, ты Ну, понятно Дело пошло Дело пошло Все-таки Намолотили уже Больше сотни Надо же, как Господь делает Думал, после смерти кто-то будет Пришло самому И, наконец, размолотили Это самое-самое такое Ценное Сокровище Все, нашел Просторобрящество еще идет Слушай внимательно Ну, что ты горит-то там Почему? За счет Это не надо еще делать Подбереги Он уже обмущает Изрезан Так, Оль, готово? Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Книга Открытым оком Том 12 Вопрос 2679 Тема Старообрядцы Многие рассматривают Старообрядчество Как замкнутую Субэтническую группу Дескать Старообрядцем Старообрядцем Можно только родиться Открыта ли сейчас Русская православная Старообрядческая церковь Для людей Ищущих Истинной веры Но Не потомственных Старообрядцев Отвечает Старообрядческий Митрополит Андриан Существует Существует Тенденция Признавать Старообрядчестве Только Этно-религиозную Группу Но мы Ощущаем Себя Вселенской Церковью Хранящей Истину Православия Для всего Человечества Нас Не очень Смущают Относительная Малоизвестность И малочисленность Старообрядчества Старообрядчества В конце концов Господь наш Ненапрасно Говорил О малом Стадии И узком Пути Главное Для нас Сохранить Верность И Претерпеть До конца Все Кому С нами По этому Пути Находят В нашей Церкви Своё Место Среди Старообрядцев Всегда были Люди Которые Приняли Древре Православия В результате Поисков Истинной Веры Но Таких Конечно В прежние Гонительные Времена Было Немного Другое Дело День Сегодняшний Мы Видим Как Господь На развалинах Воинствующего Атеизма Заново Буквально Из камней Создает Сынов Авраама И мы Приемлем Их С братской Любовью Стараясь Сделать Нашу Церковь Более Открытой Чем Это Было Прежде Ведь Это Основное Условие Развития Церковной Жизни Наше Коренное И Потомственное Старообрядчество После Разрушения Традиционной Русской Деревни После Ликвидации Целых Классов Населения Во время Гражданской Войны А Так же Коллективизации Раскулачивания И Расказачивания Сегодня Уже Не Может Воспроизводить Себя К сожалению Не В каждом Приходе Мы Можем Наблюдать Жизненно Важную Для нас Открытость Приходится Сталкиваться С Настороженным Критическим Чрезмерно Строгим Отношением К вновь Приходящим И Это Становится Для многих Новых Старообрядчестве Людей Непреодолимым Препятствием В этих Приходах О которых Мы говорим Мало Молодежи Жизнь Общины Находится Словно Под спудом Приход Постепенно Движется К своему Концу Завтрашний День Старообрядчества Принадлежит Тем Общинам Которые Становятся В своем Селе Или Городе Центром Притяжения Людей И В первую Очередь Молодежи Слава Богу Таких Приходов У нас Немало Комментарий Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина Нигде Ни Слово Андриан Не Говорит Что Господь Будет Судить По Слову Своему А Не По Вымыслам Человеческим Которыми И Полно Старообрядчества Евангелие Таана 12 48 Отвергающий Меня И Не Принимающий Слов Моих И Судью Себе Слово Которое Я Говорил Оно Будет Судить Его В Последний День Евангелие Таана 5 39 И Следуйте Писание Ибо Вы Думаете Через Них Иметь Жизнь Вечную А Они Свидетельствуют О Мне Евангелие От Матфея 22 29 И Иисус Сказал Им В ответ Заблужа Даетесь Не Зная Писаний Ни Силы Божией 1 Тимофею 4 16 Вникай В себя И В учение Занимайся Сим Постоянно Ибо Так Поступая И Себя Спасешь И Слушающих Тебя Иисуса Навина 1 8 Да Не Отходит Сия Книга Закона От Уз Твоих Но Поучайся В ней День И Ночь Дабы В точности Исполнять Все Что В ней Написано Тогда Тогда Ты Будешь Успешен В Путях Твоих И Будешь Поступать Благоразумно Забыл Забыл Равку Сдвинуть Ольга Николаевна Вы не против Что вы попадете В кадр У нас Все записывают Что выставляется В интернет Вы не против Слава Богу Может Тебя И Оставить Слушай Как будто Я читаю Ты Слушаешь Мне кажется Так Даже Не Тебя То Глаза Вытираешься Уходишь Ладно Ладно Че Там Холодно У тебя Ах Какие Мне Вчера Рома Роликов Помог Сильно 11 Роликов Я его Научил И Ролик Составил Как Ну Как Обучающий Сегодня Выложил Как Выставлять Может Посмотришь Может Тебе Пригодится Ох Ты Сегодня Пробовать Буду Первый Раз Благословите Господи Молимся По мне Брат А тебя Кто Обучал Вячеслав Вячеслав Я так И подумал Больше У нас Учителей Это А я Рому Обучил Не Начитывать А Уже Начитанное Обрабатывать Это тоже Очень много Время Не занимает Итак Готово Во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Книга Открытым Оком Том 12 Вопрос 2680 Тема Старообрядцы Каково Ваше Отношение К возможному Визиту Папы Римского В Россию Ответ Митрополита Старообрядческого Андриана У нас Никогда Раньше Не было Соприкосновений С Римской Католической Церковью Хотя Она В отличие От Московской Патриархии Признает Преемственность И законность Старообрядческой Иерархии Но В последнее Время Произошло Событие Которое Зволновало Старообрядцев В Казани Местные Власти Выделили Землю Для строительства Католического Костела В непосредственной Близости От нашего Храма Как Эпархиальный Архиерей Я обращался К властям Чтобы решение О выделении Именно Этого Участка Земли Было Пересмотрено К нашим Возражениям Однако Никто Не прислушался Но Ведь Совершенно Очевидно Что Храмы Различных Конфессий Нельзя Располагать В ряд Как Жилые Дома Порой Нам Кажется Что Это Сделано Специально Чтобы Пересурить Между собой Разные Христианские Исповедания На глазах Мусульман Живущих В Татарии Мы Против Того Чтобы В России Продолжались Старые Или Возникали Новые Конфликты На Религиозной Почве Политики В этом Вопросе Должны Проявлять Благоразумие А Отношения С католической Церковью Во все Времена Были Государственной Политикой Которой Старообрядцев Не допускали Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина Стоило бы Радоваться Что такие Соседи И их Можно Обратить На путь Спасения Но Вот В этом То Случае Ставшим Конфликтом Только Для Старообрядцев А не Для Католиков И Выявлено Что Они Чрезвычайно Слабые И Противопоставить Даже Католикам Ничего Не Могут Как Только Спрятаться От Них Евангелие От Марка 16 15 И Сказал Идите По Всему Миру И Проповедуйте Евангелие Всей Твари Деяние 28 22 Впрочем Желательно Нам Слышать От Тебя Как Ты Мыслишь Ибо Известно Нам Что Об Этом Учении Везде Спорят 1 Фессалоникийцам 1 8 Ибо От Вас Пронеслось Слово Господне Не Только В Македонии И Ахайи Но И Во Всяком Месте Прошла Слава О Вере Вашей В Бога Так Что Нам Ни О Чем Не Нужно Рассказывать Де Деяние 8 4 Между Тем Рассеявшиеся Ходили И Благовествовали Слово Аминь Книга Приход Аминь 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 7 Дабы Во Пресвятера Прежде 30 Лет Не Рукополагать Если Бы Человек И Весьма Достоин Был Но Отлагать До Уреченных Лет И И Господь Иисус Христос В 30 Лет Крестился И Начал Учить Подобно Идиакон Прежде 25 Лет Идиакон Прежде 40 Лет Да Не Поставляется 15 Правило Ибо Диакон Да Поставляется Не Прежде 20 Лет Возраста Если Кто В Какую Бо Ни Было Священную Степень Поставлен Будет Прежде Уреченных Лет Да Будет Извержен Ни Полсловечка Не говорит Андриан О том Что Для того Чтобы Пасти Овец Нужно Любить Христа Любить Библию Слово Божие Вот Что Самое Главное Для Кандидата На Эту Величайшую Должность Евангелие От Иоанна 21 Глава 16 17 И Еще Говорит Ему В другой Раз Симон Ионин Любишь Ли Ты Меня Петр Говорит Ему Так Господи Ты Знаешь Что Я Люблю Тебя Иисус Говорит Ему Паси Овец Моих Так Говорит 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 Ему В третий Раз Симон Ионин Любишь Ли Ты Меня Любишь Ли Меня Сказал Ему Господи Ты Все Знаешь Ты Знаешь Что Я Люблю Тебя Иисус Говорит Ему Паси Овец Моих Ты Там Небосчитал До конца Ты Что Делаешь Все Уперлась Да Как же Так Я Только Сейчас Видел Нету Дальше Ничего Ну Ладно Ладно Во имя Отца Сына И Святого Духа Аминь Книга Открытым Локом Том 12 Вопрос 2682 Тема Старобряд Не Чувствует ли Старобрядческая Церковь Или Вы Лично Какого-то Принуждения К Сближению Со Стороны Властей Ответ Старобрядческого Метрополита Андриана Мы Понимаем Что Сейчас В России Нет Иного Пути Кроме Как Собирания Русского Народа И Государственности Мы Готовы Поддерживать Усилия Властей Придержащих И Участвовать В деле Объединения И Укрепления России Поскольку Это Не Противоречит Нашим Религиозным Убеждениям Но Преодоление Раскола Это Очень Долгое И Очень Непростое Дело Между Нами И Новообрядцами С 17 Века Лежит Пропасть Если Нас Начнут Подталкивать Обе Стороны Просто Могут Свалиться В эту Пропасть Очевидно Это Понимают Все Кто Знаком С Трехвековой Проблемой Русского Раскола Поэтому Нас Никто И Не Подталкивает Комментарий Игнатия Тихоновича Лавкина Видимость Разъединения Велика Но На деле В деле Благовестия Один Другого Стоит Ни Те Ни Другие Ни Во что Не ставят Повеление Христа Идти Проповедовать Его Учения Знакомить Людей С ним Когда Будут Те И Другие Возрождены От Слова Божия Тогда Увидят Что Никакой Надобности В Объединении Вообще Нет Трудись Каждый Там Где Есть Книга Деяния 15 Глава 39 40 Отсюда Произошло Огорчение Так Что Они Разлучились Друг С Другом И Варнава Взяв Марка Отплыл В Кипр А Павел Избрав Себе Силу Отправился Быв Поручен Братьями Благодати Божией Во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Книга Открытым Оком Том 12 Вопрос 2693 Тема Старообрядцы Современное Общество Практически Ничего Не знает О старообрядцах И при том Что когда-то Говорят строго Мы все Были Ими Если бы Старообрядцы Сами о себе Активнее Заявили Возможно Все было бы По-другому Ответ Если бы Старообрядцы Сами о себе Активнее Заявили Возможно Все было бы По-другому Ты второй раз Считаешь Что неправильно Не заявили А заявляли Заявляли Да Если бы Старообрядцы Сами о себе Активнее Заявляли Возможно Все было бы По-другому Благодарю Отвечает Старообрядческий Митрополит Андриан Я бы Разделил Ответ На две части После гонений Начавшихся В 17 веке И продолжавшихся С коротким Перерывом Перед революцией Почти 300 лет Наша церковь Умолилась Как бы Сохлась Главная причина В том Что мир Все больше Отступает От Христа Происходит То Что мы Зовем Обмерщением Соответственно Церковь Все более Сжимается Но мы Открыты Для всех Что касается Политической Составляющей То конечно Здесь ситуация Во многом Зависит От предстоятеля И Мое Понимание В этом вопросе Отличается От понимания Моего Предшественника Я считаю Что у нас Должно быть Более Близко И свободное Общение С государственными Руководителями Разных Органов С благонамеренными Разных Рангов С благонамеренными Деятелями В различных Направлениях Общественной Жизни В том числе И культурных И деловых Коммерческих Я думаю Я думаю Я думаю Что нам И контакты С иноверцами Вреда Я думаю Нам И контакты С иноверцами Вреда Причинить Не могут Напротив Способны Смягчить Взаимные Проблемы И претензии Тяжело Сознавать Что о нас Складывается Представление Как о закрытых Подозрительных Даже темных Людях Здесь все-таки Не наша вина А тех Кто желал Чтобы мы Вообще Исчезли Комментарии Игнатия Тихоновича Лавкина Наивная душа Если Ближе Познакомятся Люди Со старообрядцами То они найдут Там Залежи И нетронутые Терриконы Злобы И дикой Ненависти К любому Инакомыслию И особенно К Библии К переводу Библии Синодальному Выходит Что капитан Не знает Своего корабля И своей команды Потому он Обречен Или примет Условия И правила Жития Своей паствы 350 лет Староверы Понимают Жизнь Так Как понимал Ее Олимпий А не Андриан Книга Пророка Иеремия 15-19 На сие Так Сказал Господь Если Ты Обратишься То Я Восставлю Тебя И будешь Предстоять Предлицом Моим И если Извлечешь Драгоценное Изничтожного То Будет Если Извлечешь Драгоценное Изничтожного То Будешь Как Мои Уста Они Сами Будут Обращаться К тебе А не Ты Будешь Обращаться К ним Русскому Церковному Расколу 350 Лет Великим Постом В марте Апреле 1654 Года На церковном Соборе В Кремле Царь Алексей Михайлович И патриарх Никон Провозгласили Начало Книжной Расправы Исправление Ошибок В богослужебных Книгах Которые Остановись Какое Расправа Ты что Делаешь Простите Значит На соборе В Кремле Царь Алексей Михайлович И патриарх Никон Провозгласили Начало Книжной Справы Исправление Ошибок В богослужебных Книгах Которые Разделило Русских Уже Всяких Воин И нашествий Которые Разделило Русских Хуже Всяких Воин И нашествий С тех пор И по сей день Староверов Или Старообрядцев Представляют Закрытой И крайне Консервативной Религиозной Группой В феврале На соборе В Москве Был избран Новый Предстоятель Старообрядцев Вместо Усопшего В канун Нового Года Митрополита Олимпия Занял Митрополит Андриан Так Я хотел бы Тут Немножко Добавить К этому Когда Закончишь Все Скажешь Ну на сегодня Все И мы Составим Отдельный Ролик Ты Задашь По ним Что Было Если Не Было Этого Раскола Во имя Своя Сына И Святого Духа Аминь Книга Открытым Оком Том 12 Вопрос 2684 Почему Старообрядцы Не входят В нынешний Президентский Совет Ответ Старообрядческого Митрополита Андриана Это Не наш Выбор Мы Не уходили Из Совета Просто Увидели Что В новом Составе Совета Представителя От нашей Церкви Нет Впрочем Президент Волен Сам Решать С кем Он хочет Советоваться Чей Голос Он Хочет Услышать Странно Только Что Прежде Никто Не Вычеркивал Нас Из Совета Традиционных Конфессий Так Простите Странно Только Что Прежде Никто Не Вычеркивал Нас Из Состава Традиционных Конфессий А Теперь Исключили Как И Баптистов Католики Есть Лютеране Тоже Пять Архиереев РПЦ Три Равина Три Муфтия А Нас Нет Может Это Какое-то Недоразумение Комментарий Игнатия Тихоновича Лавкина Хорошо Советоваться С теми Кто Знает Волю Божию Но Что Могут Сказать Президенту Староабриации Для Которых Библия Как бы И Не Существует Не Существует И Волю Иеговы Они Не Стремятся Познавать Книга Порока Исаия 8.20 Обращайтесь К закону И Откровению Если Они Не Говорят Как Это Слово То Нет В Них Света Малахи 2.7 Ибо Уста Священника Должны Хранить Ведение И Закона Ищут От Уст Его Потому Что Он Вестник Господа Саваофа Прокосия 4.6 Истреблен Будет Народ Мой За Недостаток Ведения Так Как Ты Отверг Ведение То И Я Отвергну Тебя От Священнодействия Предо Мною И Как Ты Забыл Закон Бога Твоего То И Я Забуду Детей Твоих Во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Книга Открытым Оком Том 12 Вопрос 2685 А Причастие У вас Отличается От Господствующей Церкви Ответ Старообрядческого Митрополита Андриана Проскомедия У нас Совершается На Семи Просферах А у Них На Пяти Никон Заменяя Древнее Новым Стремился Все Уподобить Современным Ему Грекам Но Не Успел Он Сделать Обряд Идентичным Как Греки Пришли К Служению На Одном Хлебе Но С Пятью Печатями Так Что Теперь Новообрядческая Церковь Так И Осталась И Не По Старому И Не С Греками Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина Андриан Умышленно Или По Неведению Держит Людей Во Тьме Когда Не Говорит Им Что Не То Что У Них Не То Что У Новообрядцев Не По Евангелию Христос Давало Раздельно Хлеб И Вино Они Вместе Смешанное И Не Ложечкой А В Руки И Не Поп Определял Кому Быть Участником Трапезы Но Каждый Сам Себя Определял Стоит Ли Ему Быть Участником Вечери Причащаться Евангелие От Луки 22 19 20 И Взяв Хлеб И Благодарив Приломил И Подал Им Говоря Сие Есть Тело Мое Которое За Вас Предается Сие Творите В Мое Воспоминание Также И Чашу После Вечеря Говоря Сия Чаша Есть Новый Завет В Моей Крови Которая За Вас Проливается 1 Коринфянам 11 23 32 Ибо Я От Самого Господа Принял То Что И Вам Передал Что Господь Иисус В ту Ночь В Которую Предан Был Взял Хлеб И Возблагодарив Приломил И Сказал Прием 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 Ед И Сия Из Тела Мое За Вас Ломимое Сия Творите В Мое Воспоминание Также И Чашу После Вечеря Сказал Сия Чаша Есть Новый Завет В Моей Крови Сия Творите Когда Только Будете Пить В Мое Воспоминание Ибо Всякий Раз Когда Вы Едите Хлеб Сей И Пьете Чашу Сию Смерти Господню Возвещаете Доколе Он Придет Посему Кто Будет Есть Хлеб Сей И Пить Чашу Господню Недостойно Посему Кто Будет Есть Хлеб Сей Или Пить Чашу Господню Недостойно Виновен Будет Против Тела И Крови Господней Да Испытывает Жи Себя Человек И Таким Образом Пусть Ест От Хлеба Сего И Пьет Из Чаши Сей Ибо Кто Ест И Пьет Недостойно Тот Ест И Пьет Осуждение Себе Не Рассуждая О Теле Господне От Того Многие Из вас Немощные Больны И Немало Умирает Ибо Если бы Мы Судили Сами Себя То Не Были Судимы Будучи Судимы Наказываемся Ады Господа Чтобы Не Быть Осужден Нами С Миром С В имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тонн 12, вопрос 2686. Можно ли считать логическим продолжением этой канонизации и движения за прославление Распутина и Ивана Грозного? Ваше отношение к такой инициативе в среде Русской Православной Церкви Московского Патриархата? Ответ старообрядческого митрополита Андриана. Вопрос о канонизации этих людей еще один пример того, что среди большой части новобрядцев нет внятного и единодушного ответа на вопрос. Что такое святость? И что такое канонизация святых? Однако при этом есть сильное стремление утвердить тот идеал русского государственного деятеля, который, как кому-то кажется, нужен России сегодня. Но канонизация святых – это очень ответственное дело, и его следует проводить с великой осмотрительностью и тщательностью. Это дело Божие, нелюдское. Господь сам прославляет своих святых. Но людям земным и грешным не стоит превращать процесс канонизации в очередные выборы святых. Церковь, послушная своему главе Иисусу Христу, должна стараться уяснить себе волю Божию и согласиться с ней. В этом суть канонизации, а не в раздаче подсмертных наград тем людям, которые нам кажутся заслуживающими преклонения, почитания или хотя бы уважения. Что касается инициативы снизу, то это и есть один из инструментов явления воли Господней. Но мне кажется, этот инструмент работает правильно только в том случае, если под низами мы имеем в виду верных христиан, исповедующих истинную православную веру, людей благочестивых, богобоязненных. Часто благодарность святых подвижников изначально обнаруживается, хранится и проявляется именно среди людей простых, искренне верующих. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Канонизация есть вторжение в невидимое, что запрещено Богом. Иначе зачем быть и суду страшным, если уже заранее распределили места в раю для своих единоверцев. Уже сегодня оспаривают друг друга, не признавая прославления один у другого. 1 Коринфянам 4.5 «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Экклесиаст 11.3 «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет». Евангелие от Луки 16.26 «И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Экклесиаст 3.21 «Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, или дух животных сходит ли вниз в землю?» 1 Коринфянам 2.11 «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия». Матфея 7.2 «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». «Два вопроса повторяется». «А, посылки другое». «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». «Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2687. «Владыка, что вы можете сказать о самосожжениях, которыми, в кавычках, прославились старообрядцы прошлых веков?» «Ответ старообрядческого митрополита Олимпия». «Да, да, да». «После Никоновских реформ государством были развернуты страшные гонения на старообрядцев. Так, в 1685 году в правлении царевны Софьи были изданы 12 статей о раскольниках. Один из самых жестоких законов в российской истории. Там был, например, такой пункт. «Даже если некоторые особо опасные старообрядцы присоединятся к господствующей церкви, исповедуются и примут причастие от официального священника, то все равно их надо казнить смертью без всякого милосердия». То есть «казнить смертью без всякого милосердия» – это в кавычках, я там цитата. «Причем казнить через сожжение. Так в России была введена практика западной инквизиции. Естественно, что от этого зверства люди бежали в леса, за границу. Были и самосожжения. Выбор-то ведь небольшой – или тебя сожгут, или ты сам себя сожжешь. Но только в первом случае перед сожжением могут пытками вырвать отречение от старой веры. Так лучше уж умереть в вере, чем предателем. По смерти-то отвечать пред Богом. Многие и поныне считают это тупым фанатизмом. Но знаете ли, например, вы, что в 1721 году был указ Синода, которым совершенно спокойно в каждой российской епархии церковной области вводились, цитата, «епархиальные инквизиторы». Конец цитаты. А над ними еще и, в кавычках взято, «прото-инквизиторы». Сегодня об этом говорит только Солженицын, и мы весьма ему благодарны. Он не старообрядец, но к нам относится с большой симпатией и вообще написал немало правды о церковном расколе и старообрячестве. Ответ митрополита комментирует Игнатий Тихонович Лавкин. «Нельзя дать лучшего о себе свидетельства, что ты не евангельский христианин, чем этот ответ Олимпия. Самоубийство так и считают правым актом». Евангелие от Матфея 15.14 «Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Галатам 5.21 «Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Вторая книга Царств 17.23 «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер». Самосожженцы – это последователи Ахитофела, врага своей жизни, потому что не по его сценарию стали развиваться события. Двухминутная пауза. «Ахитофел» Удал, что ли? Удал, что ли? Не ложись. Голова кружится и сама по-своему. Так что сказал сразу бежать. Спасибо. 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 Аминь. Книга открытым оком. Том 12 вопрос 2688. Еще с 19 века идет молва, что Серафим Саровский был тайным старовером. Вы его таковым признаете? Ответ старообрядческого митрополита Андриана. Серафима на иконах часто изображают следствовкой, старообрядческими четками. Это, конечно, требует объяснения, но никакого внятного доказательного объяснения нет. О Серафиме передают много противоречивых сведений, например, будто за двуперстья братья его побило и выгнало из монастыря. Но, с другой стороны, известны его очень критические высказывания о старообрядцах. Где тут правда? Где ложь? Вроде и жил он в незапамятные времена, но сведения, передаваемые о нем, вызывают много сомнений. Вроде и жил он не в незапамятные времена, но сведения, передаваемые о нем, вызывают много сомнений. Для нас его фигура убедительной не является. Хотя нам всегда его приводят как символ истинности новобрядческой церкви. Вот, есть у нас Серафим Саровский. А если вы Серафиму не верите, то во что вы тогда вообще верите? Как будто до него не было ни апостолов, ни древних русских светильников веры. Комментарий Игнатия Тихоновича Латкина. Чудный ответ Андриана, но на него-то меньше всего старообрядцы обратят внимание. Да, этот ответ митрополита нужно по несколько раз ставить каждому ответу Андриана, как будто до него не было апостолов. Восклицательный знак. 2 Фессалоникийцам 3.9 Чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. 1 Коринфянам 4.16 «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». 1 Коринфянам 11.1 «Будьте подражателями мне, как я Христу». Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2689. «А вообще святые у вас с господствующей церковью есть?» Ответ старообрядческого митрополита Андриана. «Сергий Радонежский, Кирилл двойных букв до реформы не существовало». То есть это газета. То есть Кирилл с одной «Л». Кирилл Белозерский. Святые благоверные князья Борис и Глеб. Все древнерусские дороскольные святые. Но есть и современные примеры, когда старообрядческие святые равно почитаются и новообрядцами. Здесь бы я вспомнил Аркадия и Константина Шамарских чудотворцев. Они жили в пустынке в нескольких километрах от станции Шамары под Екатеринбургом. Эти два старообрядческих священно-инока пали от руки души Куба. И позже Господь прославил место их подвига и упокоения различными чудесами. «За телесным и духовным исцелением идут к их могиле все. И наши, и не наши». Комментарий Игнатия Тихоновича Лавкина. Сам ответ просился, чтобы указать на библейских героев веры, как указывал апостол Павел. Но нет. Снова все уперлось намертво в человеческой канонизации, в человеческие прославления, в человеческие предвзятости. Послание Евреям 11.32 «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках». Евреям 13.7 «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Филиппийцам 3.17 «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2690. Старообрядцы часто говорят о необходимых шагах на встречу со стороны московской патриархии. А какие шаги на встречу можно ожидать со стороны русской православной старообрядческой церкви? Отвечает старообрядческий митрополит Андриан. Наши предки, преодолевая естественный человеческий страх, уповая на Бога, клали свои головы за старую веру, за двуперстие, за сугубую аллилую, за единый аз и за соборность церковную. И изменять теперь древним церковным традициям мы тем более не имеем права. Это не значит, что старообрядческая церковь застыла в неподвижности, но мы, что мы не смеем развиваться. Нет, конечно. Обратимся хотя бы к книжной справе, ведь это процесс, который шел и до раскола и идет у нас постоянно, только не так, как при Никоне, а с осторожностью, с обоснованностью и с согласием общего соборного разума. Собор 1971 года РПЦ назвал старые книги, чины и обряды равночестными и равноспасительными, то есть такими же пригодными для христиан, как и новые обряды, чины и книги. Но мы не можем с такой формулировкой согласиться. Для нас новые обряды и чины далеко не равнозначны старым истинным святорусским. Для примера обратимся к вопросу о крещении. У нас нет сомнения, что оно должно быть трехпогружательным, а не обливательным, как это принято в РПЦ. И лучше вслед за предками мы лишимся живота, чем оставим отеческое благочестие. Мне кажется, что вообще путь к преодолению раскола не может лежать в плоскости поиска компромиссов. Мол, мы будем складывать персты так, как вы хотите, а за это вы будете петь, как нам приятно. Ты мне, я тебе – это ложный путь. И истинный же путь в приближении к идеалу. Поэтому те шаги, которых мы ждем от Московской Патриархии – это движение, направленное в сторону Святой Руси, наших общих древнерусских святых божьих угодников. Мы, например, с удовлетворением отмечаем, что среди новообрядцев возобновился интерес к древним канонам и иконописи, к древним церковным распевам, что на храмах восстанавливаются осьмиконечные кресты, прозванные прежде раскольничьими. Но при этом мы сомневаемся, что уже в скором времени произойдет полный возврат РПЦ к старым обрядам и к нормам древней церковности. Поэтому в разговорах о сближении и соединении пока мы не видим реального смысла. Но эти сомнения не должны мешать нам жить в добрососедстве с другими традиционными конфессиями России, в первую очередь с РПЦ. Неоправданная показная конфронтация должна уступить место нормальным межцерковным отношениям. Благотворительность церкви может быть весьма разнообразной. Но для этого мы должны объединять усилия с другими общественными силами, несущими социальное служение. И прежде всего с РПЦ. Вот в этом мы готовы сотрудничать. Комментарий Игнатия Тихоновича Латкина. Только выделенные места говорят, что объединение совершенно невозможно, ибо за идеал взята не Библия, а никогда не бывшая «святая Русь» с ее безумными деяниями. Ностальгия по ушедшему, что Бог Иегова не спроверг и испепелил навсегда. Если бы Андриан был искренним последователем Христа, то разве мог бы он так путать и указывать, как на образец, стоящий слева? «Никакое образование не даст ничего старообрядцам, доколе рождение свыше, обращение ко Христу, встреча со Христом не будут поставлены во главу угла». Евангелие от Луки 6.46 «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Книга пророка Исаия 44.18 «Не знают и не разумеют они, Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели». Книга пророка Михея 4.12 Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2691. «Старого обряда тогда держалось большинство народа. Раскольниками считались как раз сторонники нового обряда. Почему же теперь старообрядцы в меньшинстве?» Ответ старообрядческого митрополита Андриана. «Хотя главным исполнителем реформы считают и Никона, но за ним стоял царь, который продолжал ее и после ссылки Никона. Именно государство проводило активную притеснительную политику». Позже царевна София издала известные своей жестокостью 12 статей, по которым даже того, кто в старом обряде раскается, полагалось причастить и казнить смертью без всякого милосердия. «Если в каком-то доме укрывали старообрядца, то улеченного хозяина били батагами, ссылали, имущество его распродавали, детей устраивали по казенным местам, так что православных людей просто физически истребили». Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. «Возглавители борьбы за «чистоту веры» были одинаковы в вопросах «научения», а вакуум просто не получил власти, но готов был воспользоваться теми же самыми методами, что и Никон. «Перепластать всех Никоньян, пропороть пузо попу». 2 Тимофеев 2.25 «Скротостью наставлять противников не даст ли и им Бог покаяния к познанию истины». «Карфагенский собор правило 77» О кротком обращении с донатистами «По дознании и исследовании всего, пользе церковной, споспешествовать могущего по мановению и внушению Духа Божия мы избрали за лучшее поступать с вышеупомянутыми людьми кротко и мирно, хотя они беспокойны своим разномыслием и весьма удаляются от единства тела Господня». Таким образом, по возможности нашей, да соделается совершенно известным для всех, по всем африканским областям, уловленных их общением и приязнью, каким жалостным заблуждением они себя связали. «Может быть тогда, как мы с крутостью собираем разномыслищих по слову апостола, даст им Бог покаяние в разум истины и возникнут от дьявольской сети, быв уловлены от Него в свою волю». 2 Тимофею 2.25 Книга Деяний 28.23.24 «И назначив Ему день, очень многие пришли к Нему в гостиницу, и Он от утра до вечера излагал им учения о Царстве Божием, приваля свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Они убеждались словами Его, одни убеждались словами Его, а другие не верили». «Спаси Христос». «Минутка отдыха». «Ой, Господи». «Минутка отдыха». Продолжение следует... Продолжение следует... Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2692. Есть ли старообрядцы во власти? Отвечает старообрядческий митрополит Андриан. Таких данных у нас нет. Правда, иногда мы узнаем, что имели, в кавычках, своего человека наверху. Но такое происходит только после того, как он уже распрощался с властью. Вот, например, бывший начальник охраны первого президента России Александр Васильевич Коржаков. Он построил прекрасный храм в своей родной деревне, где всю жизнь жила и сохраняла старую веру его мать. Комментарии Игнатия Тихоновича Латкина. «Определение своих и чужих очень у многих происходит не потому, что верен ли ты сам Господу и Его закону, и верен ли тот, кого считаешь своим. Для нас должно быть совершенно безразлично, как лично к нам относится человек. Но любит ли он Христа и Библию? Если человек верен Господу, то мы с ним в одном стадии у Иеговы». Евангелие от Иоанна 10.16 «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезти, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». «Красно-пастырь». Так, этот мы читали, да? Так, почему же мы его читали? Может тут ошибка какая-то? В Орде найду этот вопрос. Угу. Странно. Как же так-то? Почему мы его раньше, под каким вопросом мы прочитали? Как-то. А вот 2686. А это 87. Как так получилось, что мы его раньше прочитали? Где он, в каком у нас попал-то? Вот этот. 2693. Да. Я помню, что вот всохло. Так, так, так. Сейчас я все пометочку сделаю. 2693. Так вот. В современное общество. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2694. Вы согласны с тем, что вас называют старообрядцами? Ответ старообрядческого митрополита Андриана. Это вынужденное согласие. Само слово появилось во времена Екатерины Второй. Было законодательно закреплено Николаем Вторым и отражало позицию официальной церкви и отношения светского общества. Сами же мы причисляем себя к исконному русскому православию, считаем себя русской православной церковью. Но для того, чтобы соблюсти самоидентификацию, вынуждены называться старообрядческой церковью. Хотя на самом деле не обряд и тем более не обрядоверие составляет суть наших верований. Они имеют более глубокие смыслы. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. И почему бы было тут же и не объяснить, в чем эти глубокие смыслы? Народ в абсолютном большинстве у старообрядцев не может различить догмат от обряда и в согнутых пальцах видит смысл и угодность свою Богу. Верят, что и сам Иисус Христос так благословял людей таким перстосложением. Неужели Андреан не знает, что более темных в познании Библии людей, чем староверы, трудно найти? 2 Петра 1.19 И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Иван говорит Матфея 22.29 И Иисус сказал им в ответ, заблуждайтесь, не зная о Писании ни силы Божией. Так, ну с Божьей помощью что мы закончили, старовый отчество. Так, сейчас отдельно мы с тобой побеседуем, ролик со стороны. Так, мне нужно вам вопрос задать будет, да? Да давай сейчас, оторви это и заново, оторви вы зайдете. Да у меня оторвано, оторвано, все.